привет всем друзьям сегодня получил еще одну очень интересную посылочку это у нас бюджетный tv-box очень похож на xiaomi mi box давайте в общем откроем посмотрим что за моделька и так друзья вот так собственно у нас выглядит этот tv-box очень маленькая упаковочка я даже не ожидал она просто очень миниатюрная здесь она очень похожа на xiaomi mi box тоже такая же сертифицированная как видим вот поддержка что у нас есть кстати поддержка netflix 4k что немаловажно потому что очень мало тебе боксов который может похвастаться таким 4k hdr вот как видим давайте откроем посмотрим поближе mxq куб называется очень маленький тивокс миниатюрный просто но довольно тяжеленький кстати я такого маленького тивоксом давайте в общем пока перейдем комплектация потом вернемся тиви боксов комплекте у нас идет вот такой блок питания на 2 ампера и 5 вольт принципе стандартный блок питания со стандартным штекером 5.5 потом дальше идет hdmi кабель типа а с обеих сторон около метра для подключения тиви бокса к телевизору дальше идет пульт дистанционного управления очень приятный пульт он софт-тачевый в руке очень приятно держать такой вот очень классный такое прикосновение к нему этот пульт принципе не имеет по моему голосового поиска питается он от двух батареек типа 3 а в комплекте батарейки не идут так что имейте ввиду докупайте отдельно прорезиненные кнопочки и собственно еще идет такой мануальчик то есть такая мини инструкция здесь коротко что куда подключать на английском языке думаю здесь ничего сложного нет так сам тиви бокс так тиви бокс выглядит вот таким образом очень симпатично такая углубленность как бы внутрь получается каких-то два отверстия еще пока что непонятно и потом думаю еще разберусь сделаю отдельно уже видео обзор про него больше расскажу название mxq получается спереди на передней части здесь ничего нет скорее всего здесь просто индикатор питания все эти ты все кстати такой пластик этот верхний нижний обычный вроде как пластик верхней как будто бы он резиновый то есть такой и непонятное ощущение как будто бы трогаешь резину но одновременный пластик то есть я не могу толком сказать с правой стороны имеем 2 usb разъема 2 usb версии 2.0 обычных и вот такая еще буковка р в общем я думаю потом разберусь и расскажу уже в обзоре полностью дальше имея микро sd разъем до расширения памяти тиви бокса здесь написано т.ф. то есть микро sd карточки поддерживает следующий разъем это у нас rj-45 для подключения интернет кабеля напрямую если у вас нет дома роутера или wi-fi вы можете подключать интернет кабель напрямую пользуется интернетом по кабелю hdmi версии 2.0 а то есть такой современный разъем для подключения собственно к телевизору через hdmi и питание питание собственно блоком питания последняя сторона ничего не имеет на нижней части у нас тут очень интересно тоже такая вот вдавленная поверхность здесь имеется перфорация для вывода теплого воздуха процессора прорезиненные ножички 4 штуки здесь написано просто что здесь модель s10x то есть это модель mxq s10x чтобы вы знали и собственно больше здесь ничего нет тиви бокс этот стоит очень дешево здесь 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти то есть если даже сравнивать с тем же сиоми mi бокс здесь в два раза больше внутренней памяти так как в боксе и 8 гигабайт здесь 16 это уже плюс процессор здесь стоит от компании m logic s905 x 64-битная система cortex 53 с видеокартой мали 450 до 750 мегерц принципе стандарт можно сказать что то же самое стоит и в сиоми mi box тоже поддерживает 4к также есть вай-фай bluetooth опять же если сравнивать всем и бог здесь еще имеется разъем для интернет кабель напрямую чего нет обычно в силу ми бокс и и также есть микро sd карточка для расширения чего нет опять же силу и бокс это если просто сравнивать так вот на глаз то что есть преимущество уже за этим получается но опять же посмотрим как он будет работать уже на телевизоре приключенном виде что себя представляет вообще и тогда уже будем более подробно говорить о нем вообще его наверно самое большое преимущество это цена еще из поддержка 4к netflix а android здесь указаны 7 7 1 ссылочку где я покупал конечно же оставлю под видео сами сможете посмотреть актуальную цену сколько сейчас стоит цена реально самая низкая если хотите больше узнать уже дождитесь обзора этой приставки а пока что на этом будем прощаться до скорых встреч подписывайтесь ставьте палец вверх пока